Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Помогите мне, пожалуйста, мне 19 лет, кажется, в моей жизни нацепила чёрная полоса. Дело в том, что разом навалилась куча проблем, решать которые мне страшно и приводят. В связи с дистанционным обучением я живу в родном городе с матерью. Есть младшая сестра, отец умер, когда мне было 12. Мама болит в бар, сейчас у меня началась фаза мании, до этого были только депрессии. Я её очень люблю, но вместе жить стало невозможно. Более того, я и мои бабушки и дедушки не знают, как ей помочь. Ведь госпитализироваться она не хочет. Выходит, она вот рядом с нами и, соответственно, агрессивно себя ведёт. Она замагается тратить бесконтрольные деньги. Не здоровая жуткая обстановка из-за этого. Далее, я объяснил, что учился в университете. Дело в том, что моё направление мне совсем не нравится. Я не вижу, что могу связать с этим свою жизнь. Я хочу заниматься любимым делом. Поэтому этот год должен был стать для меня решающим. Я планировала перепоступать. Но мои планы были нарушены маминой болезнью. Я бы могла готовиться к перепоступлению дома в спокойной обстановке. Сейчас это стало невозможно. Уехать в общежитие в Питере я не могу. Там также практически невозможно учиться. Мне тяжело там жить. Да и как я брошу маленькую сестру рядом с больной матерью. Мне стало... мне очень больно об этой ситуации. Кажется, всё безвыходно. У меня разгоняется тревога, появляются приводные симптомы. В СССР я не могу себя отвлечь. Почти всё время нервничаю и ничем не занимаюсь. Начался учебный год и занятия в моём старом ВУЗе. Я не знаю, что делать, а время постепенно уходит. Помогите, пожалуйста. Я уже не стал помощи, поддержки. Больше нигде не могу получить. Софья, я думаю, что в целом вам нужна психотерапия. Вот. Вам нужно поработать над выстраиванием своих границ. Вот. С тревогой и страхами. Вот. И в целом с тем, как вы движетесь по своей жизни. Потому что в определённый момент нужно решать. Или вы делаете выбор какой-то, да, в пользу себя, ну для себя. Или вы делаете выбор в пользу других, то есть живёте для других. Вот. Вы пытаетесь жить для себя и для других, но как бы это не возможно. Вот. Поэтому необходимо вам в этом смысле помощь в взрослении. Вот. В умении делать выбор, не всегда простой. Вот. Нести за него ответственность. Ну и тем самым ограничивать себя от лишней ответственности. Которую, в общем-то, всегда и везде будут на вас навешивать. Да. Ну, например. Деречка и бабочка могут позаботиться о вашей сестре с нами. Вот. С мамой, соответственно, нужно по поводу мамы нужно проконсультироваться. Вот. Чтобы, ну, понять, как лучше с ней вести себя, да, и так далее. А вам необходимо поработать с лишними границами и определиться со своими приоритетами. И уже, соответственно, с приоритетами двигаться по жизни. Потому что сейчас у меня такое ощущение, что вы пытаетесь успеть везде и всюду. Это нереально. Вот. То есть вам как-то вот нужно брать себе те задачи, такие задачи, которые вам просило. Вот. Сейчас этого не происходит. Сейчас вы не берёте таких задач и сейчас вы двигаетесь по пути, как бы, такому жертвенности, да, по пути, вот, как бы, по статальному растворению. Вот. Поэтому вам нужна, эээ, софия, психотерапия по нескольким, эээ, направлениям, да. То есть это и работа со страхами, ээ, с тревогой, это личностный рост, это, эээ, личные границы. Вот. Соответственно, вам, эээ, нужно в данном случае выбрать, эээ, себе специалиста и начинать работу. Потому что, ну, вот вы говорите, да, помогите мне, пожалуйста. Эээ, вот как вы видите помощь в данном случае? То есть, ну, как вы её видите, вот, тоже сформулируйте. Эээ, пожалуйста, потому что, эээ, пока не очень понятно. То есть, ну, с точки зрения, эээ, психолога вам, вам нужна именно, вот, эээ, психотерапия. Вот. Эээ, как-то такая, такая вот история. То есть, аргументы, эээ, почему вы не можете делать то или иное, можно найти всегда. Вопрос в том, чтобы определиться своими приоритетами и понимать, что кто-то останется недоволен. Это взрослая позиция. А вы в какой-то степени находитесь ещё в такой вот, немножко детской, эээ, инфантильной позиции. Не в том смысле, что, эээ, ну, что вы ничего не хотите или не серьёзно относитесь к жизни, а в том, что вы не ограничиваете, не отделяете себя от, эээ, других людей. В этом, эээ, даже, ну, как вы, эээ, в том числе, да, от своих близких, вот, эээ, своих родных. А это необходимо. Эээ, безусловно, к вам много, эээ, сочувствия. Вот. Вы большая молодец, что обращаетесь к опущению. Но, эээ, это только первый шаг и, эээ, следующий шаг должен, эээ, следующим шагом должен стать, эээ, выбор, эээ, человека. Эээ, вот, которому вы доверитесь, эээ, доверите свои проблемы и будете с ним работать. Я вам желаю удачи, эээ, всего самого доброго. Эээ, обращайтесь за помощью. Вот. Эээ, и не затягивайтесь с этим, потому что дальнейшее затягивание, да, может привести к тому, что уже ваше состояние будет, ээээ, уху does. Продолжение следует...